Скрипка – один из наиболее благородных, широко распространенных и совершенных музыкальных инструментов нашего времени. Искусством игры на скрипке владеют и в 34-й детской школе искусств. Камерный оркестр «Концертина» готовится к отчетному концерту. 17 февраля изящные и проникновенные звуки скрипок прозвучат на сцене ЦК «ИОМ». Для этих ребят смычок, словно волшебная палочка в руках. Так сказочно и синхронно 15 музыкантов играют на скрипках. Камерному оркестру «Концертина» 3,5 года. Светлана Маркевич дружит с инструментом с 5 лет. Мне нравятся произведения Моцарта, Штуковича, Баха. Скрипка – это царица всех инструментов. И мне просто нравится играть. Адриану всего 10, а за плечами более 15 выступлений на больших сценах страны. В спутнике музыкальной жизни он выбрал виолончель. Я играю уже почти 6 лет. Мне папа привел в музыкальную школу. Мне понравился этот инструмент своим бархатным голосом и низким. Мне нравятся низкие звуки. В репертуаре камерного оркестра «Концертина» произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Чайковского. Исполняют и партии современных композиторов. Например, Елизаветы Прокудиной. Вот она в составе оркестра. Оно называется «Забавные ритмы». И мы играем... Вообще изначально оно было написано для меня, как солистки. А потом я расписала его для оркестра. Написать просто, выкинуть что-то лишнее – это вот проблема. Это последние репетиции музыкантов перед отчетным концертом. Вместе с оркестром на сцене ЦК и ООН выступят ребята из хора детской школы искусств. Но он будет достаточно большим. Час музыки – это очень хорошо. И 15 произведений в репертуаре – это достаточно для солидного концерта. Всех ценителей классической камерной музыки ждут 17 февраля в 19 часов в ЦК и ООН. Там пройдет бесплатный отчетный концерт коллектива «Любовь и верность музыке без слов». Все! 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 Продолжение следует...